Вот, добрый вечер всем, и мы с Маликвой приступаем к изучению наших непростых тем. Я сегодня хотел с вами погрозиться в атмосферу Песоха и разговора о том, что было, и постараться понять пасхальную агоду, тот отрывок, который представляет собой просто кусок, выписанный из Талмуда, очень бы хотелось понять его, потому что вещи остаются часто непонятными, они прочитываются автоматически, это тоже, слава Богу, но все-таки мне кажется, что мы приближаемся к тому времени, не то, что приближаемся, уже вошли в него, когда следует стремиться к пониманию. Прежде всего, несколько, может быть, таких замечаний на полях о времени. Представим себе такой момент, что если относительно электрической лампочки, которая горит и которая накаляется, есть проблемы, и по многим мнениям это является сжиганием огня в субботу, работой с сжиганием огня в субботу, то относительно компьютера, и уж тем более включенного заранее компьютера, просто имеется в виду, когда кнопка нажата, и он работает, сам по себе компьютер, нет никакого запрета, ни с точки зрения ТОРа, ни с точки зрения мудрецов. Существует обычай, не пользоваться этими приборами, это понятно, потому что это разрушит характер субботы, разрушит дух субботы. Но сегодня у нас такое положение, когда люди не могут встретиться друг с другом, и есть несколько категорий людей. Это пожилые люди, которым нельзя встречаться с молодыми, скажем, по крайней мере, в Израиле, это почти строгий запрет подходить тем, кто больше 60, к тому, к молодым людям. И есть молодые люди, которые вообще категориются у людей, может быть, не только молодые люди, которые, если не пригласить их на седр, они вообще не придут, и этот праздник проскочит мимо них. Поэтому не представляется, нужно сказать, что Раванин, в частности, Рав Став, эта организация такая есть, Равинская организация ЦОВР в Израиле, они вынесли запрет на использование ЗУМа. Мне выставляется, опять же, что время запретов прошло, что людям нужно положить перед ними, как бы, всю проблему на стол, и люди должны решать, люди должны решать сами. Проблема, проблема одиночества, она очень серьезная. И когда ты выносишь решение для одной общины, для ста человек, которые в каком-то местечке, это одно дело, когда ты выносишь решение для целой страны, в которой 6 миллионов людей, то ты не знаешь, какой результат из этого будет. Депрессивное состояние человека – это опасная вещь, это почти как пикулы Хнефиш. Например, один брат Сав-Скировин, он постановил, что, скажем, все, что может вести человеку в депрессию, это относится к пикулу Хнефиш. Пикулу Хнефиш, то есть опасность для жизни, момент, который отталкивает даже субботние законы, я не говорю об обычае, о котором мы сейчас говорим, не зажигать телефоны, не зажигать экраны компьютеров, все, что относится к малым токам, где нету как бы угля и огня, угля и пламени, нету тела горящего, а происходят какие-то явления, которые не описаны никоим образом Торой и с точки зрения субботних законов и совершенно не запрещены. То есть это нужно принимать во внимание, этот момент, и у всех своя ситуация, и пусть люди решают сами, оставив включенным компьютер, подключаться к зуму, подключаться к семье, пусть делают, как они считают нужным. Это очень серьезный момент. Мы видели, мы в Израиле прошли целую эпопею с Пуримом, когда был обычай выпивать как следует, выпивать в Пурим иногда до бессознательного состояния. Понятно, что молодежь этим увлекается. С одной стороны, они хотели молодежь, в Ешивах, хотят исполнить заповедь как можно лучше, как можно лучше это выпить больше. И это превратилось в неприятное, опасное занятие. Сейчас Робили выносит постановление не пить в Пурим. Просто не пить. Все, устраниться от алкоголя. Ну, может быть, как обычно за столом, там, скажем, как это принято, это никому не мешает, там, скажем, выпить, пригубить просто вино. Это, пожалуйста, как за обычным застольем. Но не пить, не стараться напиваться, ни в коем случае не пить больше обычного, ни капли. Это постановление равен. Почему? Потому что мы имеем дело со целой страной. И когда ты имеешь дело со целой страной, и ты объявляешь какие-то вещи глобально на всю страну, у тебя миллионы людей, у тебя могут быть самые разные случаи. Самые разные случаи, и ты несешь за это ответственность. А мы знаем, что спасение одной жизни даже, это как спасение целого мира. Поэтому этот момент также следует принять по вниманию. И я бы дал решать людям это самостоятельно. Есть еще один прецедент в этом плане, в галактическом плане интересный. Это Раф Авинер, который считается большим специалистом в Галаке. Скажу в скобках, мне совершенно не нравится его поведение в период размежевания. Я отношусь к нему с большой осторожностью. Но, тем не менее, он является мудрецом Торы. И вот, когда к нему одна девушка обратилась с вопросом, можно ли ей включить телевизор в субботу. Почему? Потому что она возвращается к традиции. Семья ее совершенно не религиозная. Она остается в субботу одна. Она уходит в комнату. И у нее возникает настоящее депрессивное состояние. Раф Авинер разрешил ей включить телевизор. Опять же, напоминаю, что зажигание самого экрана не является там, где не проскакивает конкретная реальная искра. И то это вопрос. Ну, допустим, там, где не проскакивает конкретная искра, там нет нарушения закона с точки зрения Торы. Ни зажигания, ни гашения. У меня был, скажем, в моей практике был такой случай, когда люди там, скажем, еще из Петербурга, у человека плохо с глазами. Он не может читать. В субботу они остаются без общины, они остаются в уединении, остаются в уединении. И спрашивают, можно ли им поставить на таймер магнитофон, чтобы слушать слова Торы. Многие бы сказали, что это не входит в обычаи, что мы не пользуемся и даже таймерами для того, чтобы подключить приборы, которые издают шум, а тем более голос. Я им сказал, что можно. Потому что ты должен учитывать и обстановку, и состояние людей. И, скажем, опасение, что потом в субботу войдет эта привычка пользоваться телефонами или компьютерами, оно серьезное опасение, я не спорю. Но мне кажется, что настало время, как бы класть карты на стол тоже, говорить людям, открывать на людей проблему, говорить, с чем эта проблема связана, и дать им возможность решать самим, потому что у каждого разные обстоятельства и вопросы, связанные, скажем, с депрессивным состоянием в такой ситуации, когда ты не нарушаешь закон Торы ни с точки зрения Торы, ни с точки зрения запретов мудрецов. Пусть каждый решает сам для себя. То, что я хотел вам сказать в качестве введения, если хочется спросить, давайте, пожалуйста, я постараюсь ответить, или какие-то конкретные другие вопросы по законам Песоха, то, что я смогу ответить, пожалуйста, я постараюсь, прежде чем мы перейдем к нашей теме. — Здравствуйте, Рафзеев. А это получается, если был, вот о чем вы говорили, если уже заведомо было включено до субботы или полностью включение? Какая разница? — В принципе, включение компьютера само тоже не является нарушением. Лучше, я бы сказал, включить компьютер, чтобы он работал, и потом, пожалуйста, мышь ее и набрать, что необходимо, включить Zoom и так далее. В этом нет нарушения. Тем более, что мы говорим о празднике, когда запреты на работу, они легче. И, скажем, в улице Марокко, когда появилось электричество в праздник, они разрешали пользоваться электрическим прибором, то есть включать его в розетку на основе того, что, как бы это, скажем, пользоваться тем огнем, который уже горит, что в праздник допустимо. То есть мы понимаем, что на вещи можно посмотреть по-разному. Это не вошло, скажем, в Израиль, в Израиле Ашкиннацкое Галакар, где несколько по-другому рассматривается электричество. Еще раз говорю, что когда у вас компьютер включен вообще полностью, нет проблем. То, что на нем зажигается неоновая лампочка, в этом нет никаких проблем с точки зрения субботы. Тем более, что мы говорим в Песах, мы говорим о празднике, когда запрет легче. Еще раз хочу добавить, что я не призываю никого. Я призываю пользоваться этим крайне осторожно, очень взвешенно и обдуманно. И в том случае, когда есть какая-то необходимость духовного плана, но она существует. Иногда, может быть, очень важно пригласить своего друга, которого ты сейчас не можешь пригласить домой, для того, чтобы он провел с тобой Песах, хотя бы по компьютеру. Это может быть очень-очень важно. Может быть, этот момент станет для него приближением к Тори в духовном возвышении. Хорошо. Что-то хочется еще спросить? Если нет, то мы постараемся с вами погрузиться, постараемся с вами погрузиться в атмосферу Песаха. Мы представляем себе, что есть разные моменты Песаха. Есть Песаха в Египте, когда сновья Израиля совершали исход, и там были свои законы, которые описаны в Торе, в частности, помазать косяки дверей кровью пасхальной жертвы. И этого момента, конечно, нет уже в следующих Песах и в последующих Песах и этого момента нет. Это не требуется, поэтому называют Песах Митсраем и Песах Египетский. Законы, которые действовали во время исхода, это не законы, а те законы, которые действовали в то время, когда стоял храм, это другие законы. А это другие законы, а законы, которые в изгнании, это еще одни законы Песаха. Мне бы хотелось с вами погрузиться вместе в атмосферу. Сейчас мы попробуем, я попробую поднять картинки с вашего разрешения. Мы попробуем с вами погрузиться в атмосферу того Песаха, который был, когда стоял храм. Можем представить себе, как в Ирушалаеме, здесь, скорее всего, отражен период второго храма, поздний период второго храма. В Ирушалаеме собирались с семьей, тот, кто ведет седр пасхальный, седр глава семьи, как вы видите, он возлежит. И уже мы чувствуем, что существует та года, тот пасхальный рассказ, которым мы с вами пользуемся примерно, потому что вот здесь стоит ребенок и мальчик, и задает вопрос. Нужно сказать, что пасхальная года, она составлена в период, в поздний период второго храма. и впоследствии оформлена в третьем веке, часть из нее, окончательно оформлена в третьем веке, часть из Агады, представляет собой Мишну, просто Мишну, которая часть нашей Мишны записана в Агаде. И мы представляем с вами, что пасхальная Агада, та Агада, которая у нас есть сегодня, ее не было при исходе из Египты, естественно, и в последующие годы. В общем-то, вплоть до того времени, когда начало приближаться изгнание, этой Агады не было. Пасхальный заповедь, важнейшая заповедь пасхального седора рассказать, и рассказать именно детям, она исполнялась каждым и каждым произвольно, так, как он считал, так, как он считал нужным. И только опять же, в последний период второго храма оформили этот рассказ как общий для всех. Рассказ, в котором есть множество намеков, рассказ, который говорит и о том, что намек, как бы, внутри Агады спрятан намек, то, что исход из Египта это не последний исход, что мы претерпели и Вавилонский плен, и мы претерпели и греческое владычество, и римское владычество, начинающееся уже господство Рима в Иуде, в Иерусалиме, и как бы это продолжение, завершение египетского галута и египетского изгнания. И те четыре бокала, которые установили, это намек на четыре изгнания, по крайней мере, один из символов, это намек на четыре изгнания, Египет, Вавилон, Греция, греческое владычество и Рим. В пасхальной агоде мы понимаем с вами, что подчеркивается вопрос. Вопрос – это великое дело. Считается, что пасхальный рассказ, по крайней мере, по мнению некоторых авторитетов, заповедь пасхального рассказа в Песах невозможно исполнить, если не будет задан вопрос. Какой вопрос? Любой вопрос. На ответ будет всегда. Скажем, что это такое? Это стол, за которым мы сидим, потому что 3300 лет назад Всевышний вывел нас из Египта. А если бы мы не, если бы Он не вывел нас из Египта, то мы бы не сидели с тобой за этим столом. То есть любой вопрос – это начало для рассказа об исходе из Египта, он может быть каким угодно. Это странное, может быть, правило, которое отмечено в Мишне, что если человек сидит с семьей, то пусть спросит сын, если он с женой, пусть спросит жена, если он один, то пусть он спросит сам себя. Это странное установление, которое записано в Мишне. Его глубокий смысл в том, что тот человек, у которого нет вопроса, ему невозможно рассказать. То есть сначала должен быть вопрос, а рассказ должен быть ответом. так и в Торе предполагается, что ребенок, увидев необычные моменты этого вечера, этого праздника, он задаст вопрос, и ответом ему будет рассказ об исходе из Египта. Здесь мы с вами на картине видим и Мацу, она может быть немножко странной, может показаться нам, но Мацу выпекали несколько иначе, чем ее выпекают сегодня. Теперь мы с вами видим, мы с вами видим на столе пасхальную жертву, которую приготовили с большой тщательностью и в чистоте. И достаточно съесть небольшой кусок размером с маслину, чтобы исполнить заповедь еды пасхальной жертвы в этот вечер. Мы видим здесь слуга, который тоже является служдающим человеком, и который исполняет заповеди Песаха, но он и прислуживает семье. Он принес еще одну жертву, которая называется хакега, праздничная жертва, которую приносили вместе с пасхальной жертвой, если была такая возможность, если не было очень много народа, приносили и праздничную жертву. Так как каждый день праздника есть обязанность радоваться и устраивать застолья, то и вместе с пасхальной жертвой приносили и праздничную жертву для еды, для трапезы. Естественно, дело происходит в Иерушалайме, и все находятся в ритуальном чистоте, прошли очищение и водой с пеплом от красных коров и погрузились в митву. Вот мы можем представить себе такой дом в Иерушалайме. Нужно сказать, что в Иерушалайме в празднике запрещали брать плату, была обязанность пускать людей, принимать гостей. Гости приносили какие-то подарки для хозяев домов, но плату конкретно запрещалось брать. То, что необходимо сказать, может быть, еще раз мы поднимем эту картинку. Хочу вам сказать, что я постоянно говорю о позитивном влиянии русскоговорящих евреев, которые оказались в Израиле, о позитивном культурном влиянии и даже влиянии, принципиальном влиянии в плане Торы. Мы с вами, та картинка, которую мы с вами видим, это картина, выполненная в институте храма, который возглавляет очень интересный человек, раб Ариэль Исраэль. И когда он задумывал, каким образом ему сделать какие-то иллюстрации для его института, для книг, которые он хотел издать, как передать атмосферу храма, как людей привлечь к изучению законов храма, мы говорили с ним, и я ему сказал, что в принципе надо искать русскоговорящих художников, у которых есть навык и есть навык классической живописи исторических таких сюжетов. И действительно нашелся такой человек, смехов, который, к сожалению, сейчас очень пожилой и болен, но он создал образы второго храма, в основном второго храма для Рафа Ариэля. И эти книги, которые были изданы в Израиле, они, можно сказать, перевернули сознание, они приблизили детей к эпохе храма, показали храм, показали наглядно, как соблюдались законы и, как говорят, один раз лучше увидеть, чем сто раз лучше услышать. Это есть книги во многих домах, есть пасхальная года, есть межнает с иллюстрациями, которые сделаны. И потом сам смехов говорит, я нарисовал третий храм. Он думал уже о третьем храме, не о втором храме, а о третьем храме. И он понимал значение той работы, которую он проделал. И понятно, что никто, кроме русскоговорящих художников, и которые, естественно, в силу своего положения, в то время он не брал большую плату за свою работу, потому что эта работа стоит очень дорого. Он брал совершенно умеренную плату. И по умению, и по навыку он не, никто не мог это сделать, потому что классическая живопись, науки классической жизни, конечно, в Израиле очень-очень слабо развиты, если вообще. Это как бы все замечания вместе. Я немножко тороплюсь, потому что очень хочется много всего сказать. Есть целый ряд моментов, которые хотелось бы вместе с вами обсудить. Теперь. Но тем не менее, представимся, попытаемся погрузиться в атмосферу, которая показала нам смехов. Множество людей стекается к Ирушалаему. Опять же, мы здесь видим с вами второй храм. Видим мост, построенный через долину Кедрон для того, чтобы приготовить красную корову, пепел красной коровы. Мы здесь видим семьи, мы чувствуем чистоту, ритуальную чистоту, возвышенное настроение большой массы людей, которые стекаются к храму, гонят скот для того, чтобы принести его в жертву. Несут с собой кувшины с свином. Все это пища, она в ритуальной чистоте, сохраняется в ритуальной чистоте. И прежде чем подняться в храм, каждый вновь погрузится в микву, для того, чтобы еще раз очиститься от какой-то, может быть, вероятной ритуальной ритуальной нечтоты, которая есть на нем. Здесь мы с вами можем представить себе жертвенник во внешнем дворе храма, на котором сжигались жертвы, или части жертв. Здесь мы можем с вами представить разжигание печи для приготовления пасхальной жертвы. Мы видим, что печи разжигаются ранее. Тот посланник семьи, который пошел в храм для того, чтобы принести жертву, он еще не вернулся. А может быть, он, вот, видите, он здесь выходит, у него за поясом нож, он сам будет резать пасхальную жертву и принесет ее сюда, к семье для того, чтобы приготовить ее, опять же, в ритуальной чистоте. Пасхальную жертву разрешалось есть, как вы помните, только в Иерушалайме, в пределах стен Иерушалайма. Здесь две картинки вместе. Здесь мы видим, здесь мы видим, люди выходят после принесения пасхальной жертвы, выходят для того, чтобы вернуться в свои дома, выходят из храма, это нижняя картинка, а наверху мы видим левитов, которые стоят и поют песни. А здесь мы видим людей, которые зарезают пасхальную жертву. Здесь мы видим людей, которые разделывают пасхальную жертву прямо в храме, снимают с нее кожу, разделывают пасхальную жертву, вынимают из нее, точнее говоря, кожу не снимают, вынимают те внутренние органы, которые должны быть принесены на жертвеннике, которые должны быть сожжены на жертвеннике. Двое держат на палке, каждый положен на плечо, между ними висит пасхальная жертва, они ее разделывают, здесь люди уже на другом этапе, или они на земле разделывают пасхальную жертву. И жертву нужно было принести и разделать до того, как левиты закончат петь праздничный валерий. Это совсем немного времени, но нужно было справиться, потому что дальше уже ждала следующая группа. Вот, может быть, здесь мы видим следующую группу, которая ждет для того, чтобы принести свою пасхальную жертву и разделать ее здесь, для того, чтобы части жертвы были принесены на жертвеннике. Зрелище было очень величественным. Говорят, что всего было три группы, больше не бывало, люди справлялись. Естественно, пасхальную жертву не приносил каждый для себя. Как вы помните, ее приносили для нескольких человек, посланник от семьи, даже от нескольких домов, от нескольких семей. Он приходил для того, чтобы принести пасхальную жертву в храм и вернуться с ней, приготовить ее и съесть ее вместе с теми, кто собирался эту есть пасхальную жертву. И, может быть, еще один рисунок. Вот, можем представить себе. Таким образом готовили пасхальную жертву. Ее нужно было готовить на сильном огне, так, чтобы, в общем-то, ни капли жидкости на нее не попало. Зажарить ее на сильном, открытом огне. Иногда ее вставляли, как в огонь, в печь вставляли, как этот человек. Иногда ее вставляли в огонь сверху, в печь вертикально. Но пасхальную жертву, как мы помним, она должна была быть приготовлена целиком. Запрещалось ее разрезать, разбирать на части. Или как бы разламывать ее кости для того, чтобы она стала более гибкой и скально поместилась в печь. Это было делать нельзя. И вот все это мы понимаем, представляем себе. Все это требовало огромных усилий. Но, безусловно, люди это делали и приходили с большим воодушевлением на праздник в Песах. Потому что это давало духовный подъем, ощущение в Иерушалаеме, близкое к пророческому Божественному Духу, который пребывает в Иерушалаеме. Люди его чувствовали. И поэтому многие-многие стремились прийти в Иерушалаем для того, чтобы возвыситься духовно, почувствовать эту близость ко Всевышнему. И поэтому эту радость, которую человек чувствует от приближения к Богу, радость, которую невозможно почувствовать нигде, ни в одном другом месте. Это как бы такой момент. Мы, конечно, хотелось бы разобрать все законы Песаха, касающиеся храма и так далее. Но понятно, что мы все это с вами сделать безусловно не успеем. Теперь я здесь остановлюсь. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готовься ответить. Окей. Если вопросов нету, то мы перейдем с вами к следующему моменту. Хорошо? Значит, я открываю. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а почему корова красная обязательно? Я вот не знаю. Как бы это отдельный вопрос не совсем касается нашей темы. Мы что-то пытались даже представить с вами. Но, тем не менее, я попытаюсь вам ответить. Дело в том, что мир материальный устроен таким образом, что он является отражением духовного мира. Как бы проекций из духовных миров. И все законы, они имеют свой смысл. Только смысл, который невозможно понять. Если ты смотришь просто в материальной плоскости, как бы находишься в четырехмерном измерении, то в трехмерном, четырехмерном измерении невозможно понять эти законы. Для того, чтобы их понять, нужно ввести еще одно измерение, которое, может быть, называется душа, если вы хотите. То есть учесть духовный мир. Красная корова очищение от ритуальной нечистоты, которая возникает от прикосновения к мертвому или от того, что человек прикоснулся к кому-то, кто прикасался к мертвому. Для этого используют воду с пеплом красные коровы. Красную корову приготовили на Масличной горе, напротив входа в храм, так, чтобы священник, который приготовляет корову, зарезает ее и сжигает ее полностью, чтобы он видел вход в храм. Раши пишет о том, что красная корова – это связано с грехом золотого тельца. Я прошу прощения, что я повторяюсь, но для тех, кто слышал, но не хочется оставлять вопрос открытым, если он уже задан. Красная корова – это связано с очищением от греха золотого тельца. Он говорит, что это похоже на то, как сын служанки испачкал во дворце, так зовут служанку для того, чтобы она убрала за ним. Дело в том, что рассматриваются, скажем, здесь и золотой телец, и красная корова являются символами некоторых психологических аспектов, которые есть в человеке. Вот, скажем, если телец, и как это легко представить из этого греха, его проблема в том, что человек хотел закрыться от Всевышнего, не пустить Всевышнего внутрь, оставить его во внешнем мире, то корова как создание, как творение, она в ней есть, скажем, с точки зрения психологии, в ней есть потенциал, что человек может почувствовать, что он может творить и переворачивать в одно другое сам своей силой. Так, например, скажем, молоко, которое есть у коровы, это в основном у коровы, как понятно, что если сказать про молоко, то это сразу социализуется с коровой, она дает молоко и так далее, все остальное в корове есть. И молоко у коровы – это, в общем-то, кровь, которая получила новые свойства. Если кровь распрощена для употребления, то молоко, как мы знаем, разрешено для употребления. Вот это есть в ней какой-то потенциал переворачивать одно другое, переворачивать нечистое в чистое потенциал исправления. И перенос на психологию человека – это ощущение возможности творить самостоятельно, превращать одно в другое самостоятельно, без помощи Всевышнего. Вот мы видим такие два конца – коровы и телец. Телец – это стремление человека остаться одному, не пустить Всевышнего внутрь, оставить его только во внешнем мире, психологически представить себе так, что, конечно, невозможно в действительности. А корова – это ощущение самостоятельности человека, когда он может сам творить, сам делать новое, создавать новое. Поэтому, скажем, если так можно сказать, эту корову – это ощущение, что ты можешь самостоятельно творить, делать новое, без помощи Всевышнего, это нужно сжечь. Красный цвет – понятно, что это указание на такую же силу, которая идет от материи, от земли. И, скажем, корову сжигают так, чтобы в тот момент, когда ее сжигают, чтобы священник видел вход в храм, видел вход святая святых. То есть сжечь – это ощущение самостоятельного, так сказать, творчества, творения самостоятельного, и присоединиться одновременно к источнику силы благословения, которым является святая святых. Вот впоследствии этот пепел, он используется для очищения ритуальной чистоты от прикосновения к мертвому. Мы уже понимаем, почему. Да, потому что ощущение, желание человека оторваться от Всевышнего, оставить его где-то вне себя, или сказать, что я все могу делать и творить могу без Всевышнего, это приводит к отрыву от источника жизни и приводит в конечном итоге к смерти, привносит в мир смерть. Вот это такой рисунок, очень сложный, я бы сказал, психологический, который скрывается за красной коровой. Здесь нужно подчеркнуть то, что опять же мы, может быть, об этом говорили, что если говорить о ритуальной нечистоте, есть несколько источников ритуальной нечистоты, один из них – это мертвое тело. Теперь нужно представить себе, что человек, прикоснувшись к мертвому, он не нарушил ничего и не совершил никакого преступления, он, может быть, даже исполнил заповедь похоронить мертвого человека, но храм представляет собой какой, скажем, уголок будущего мира, чистый от греха Адама, самого первого человека, и всех последствий, которые этот грех принес в этот мир. Понятно, что грех первого человека, который как раз хотел оторваться от Всевышнего, почувствовать себя самостоятельным, он принес в мир смерть. И человек, который соприкоснулся со смертью, так или иначе, косвенным образом, он не может войти в храм, потому что он не сможет почувствовать этот свет, этого мира, который свободен от психологических проблем первого человека, свободен от греха первого человека, он не сможет почувствовать этот свет. А если он не сможет почувствовать особенность храма, то ему и запрещено туда входить. Для того, чтобы вернуться к этому состоянию, когда он может почувствовать свет вот этого неиспорченного мира, ему нужно пройти очищение. Может быть, это все кажется странным, может, это все кажется странным, но если привыкнуть к тому, что мы живем в мире, в котором действует не только физика, но и, так сказать, метафизика, то есть у каждого явления есть свое духовное значение, то это воспринимается легче. И когда мы видим рисунок других законов, других заповедей, то мы начинаем понимать, что да, действительно, Тора — это разговор на каком-то тонком уровне, если говорить о заповедях, о их смысле. Я бы сказал, к сожалению, это все довольно трудно, требует времени, требует подробного рассмотрения. То, что я вам рассказал, я рассказал очень быстро в надежде, в надежде на то, чтобы основные моменты ухватили, а дальше, в дальнейшем, постарайтесь подумать и подумать сами, и, может быть, мы когда-нибудь с вами к этому вернемся. Я прошу извини, прошу прощения перед теми, кто, может быть, уже слышал, но только я надеюсь, что повторение бывает полезным. Окей. Спасибо большое. Что-нибудь было понятно? Я не запутал вас окончательно. Быстрая такая речь. Равзеев, я прошу прощения. Быстрые, но сложные возникли вопросы, но я боюсь, они могут нас как-то далеко увести сейчас. Давайте, если далеко, мы оставим. Окей. Например, вы сказали, что мир материальный является отражением духовного. У меня возник вопрос, а зачем нужно это отражение вообще? И в каком мире были сотворены Адам и Хава изначально, в духовном или материальном? Может быть, мы уже про это говорили, я много пропустила прощения. Окей, не важно. Я обязательно вам скажу, отвечу так, как можно себе это представить. Вы совершенно правильно говорите, зачем нужен материальный мир. Материальный мир, он создан таким образом, что он скрывает божественное присутствие. Человек, который идет в материальном мире, он не ощущает божественного присутствия. Ему может показаться, что мир возник сам собой или существует вечно. Он найдет массу подтверждений тому и посмотрит на звезды через телескоп, решит, что мир существует 15 миллиардов лет. Он посмотрит, найдет какую-то палеонтологию, решит, что здесь в мире действовала эволюция на протяжении также миллиардов лет. Все это, это, как, скажем, один из моментов, вот, материя скрывает божественное присутствие. Она так и создана Творцом. И в этом есть воля Творца, скрыть свое присутствие. Мы с вами видим, что вот этот потенциал скрытия божественного присутствия, он заложен уже в самый момент творения. Всевышний говорит, да выпустит земля, дерево, дерево, плод, да, а земля выпускает дерево, дающее плод. И Раши, вслед за мудрецами Талмунда, говорит, что мы здесь видим несоответствие. Можно увидеть, конечно, и пропустить этот момент, решить, что привязательно все то же самое, но Раши отмечает несоответствие, он говорит, что по замыслу Всевышнего дерево должно было быть плод, и вкус дерева не должен был отличаться от вкуса плода. Это огромное само к себе понятие, его тоже можно было бы рассмотреть, но примем сейчас, это как просто как данность. Дерево, у него такой же вкус, как и у плода. Подходишь, берешь от дерева, и тебе, собственно, не нужен плод, который как бы выделяется, висит на ветке, ты можешь брать от самого дерева. Но это был приказ Всевышнего, а земля не сделала так. Она выпустила дерево, дающее плод. То есть дерево, оно дерево, у него ствол, и есть плод. Это то, что сделала земля. То есть земля ослушалась Всевышнего. Ослушалась ли она? Да нет, она не ослушалась. Просто материя заранее была создана таким образом, что она, если так можно сказать, искажает свет, искажает голос Всевышнего. Как бы вот идет волна, она сталкивается с волной. Образно представили себе слово Всевышнего, идет, распространяется, сталкивается с мастерией, и оно уже в материи отображается не совсем так, каковым оно было изначально. Эта материя, она сделана так, чтобы скрывать волю Всевышнего, скрывать его проявления в мире. Проявление божественного присутствия в мире практически всегда, особенно сильные чудеса, это нарушение законов природы, это вторжение духовного мира в мир материальный. Теперь можно представить себе в каком-то смысле, скажем, если говорить о духовных мирах, их тоже целый ряд духовных миров, в них как бы, если так можно представить себе разные ощущения, разная степень раскрытия божественного присутствия. Если говорить о Даме и Хабе, взять в общем, можно сказать, что да, они в материальном мире не находились. Они находились в мире духовном. Мир духовный отличается тем, что там господствует единство. Единство разных сущностей. И, скажем, да, единство может быть более сильное, менее сильным. Трудно сказать сейчас, скажем, разобрать, в каком действительно мире степени единства находились Адам и Хабе, но они находились в духовном мире, в котором действительно очень высокая степень единства творений. Творений, как бы, да, мы творим, что в духовном мире огонь и вода, они не противоречат друг другу, они существуют вместе. И вот примерно в таком мире духовном находились Адам и Хабе. В мире, где божественное присутствие раскрывается напрямую, где оно раскрывается не через материю, свет первозданный, это не свет, который связан с материей, он исходит от источника жизни, и как луч, любой луч, он соединяет напрямую с источником, то есть Адам без материи, без материальной перегородки, он был соединен с источником жизни. И попадание его в материю, как бы, попадание его в материю, скажем, изгнание из сада, иден, Адама, это не географическое перемещение с одного места на другое. То есть Адам был изгнан из сада не таким образом, что он пошел, скажем, ногами в другое место, переместился в другое место. Нет. Мир вокруг него изменился, мир, скажем, духовный, превратился в материальный, если так можно сказать. Адам опустился, хотя бы опять же, он не двигался ни вверх, ни вниз, но с точки зрения его восприятия он утратил прямую связь с источником жизни, утратил первозданный свет, как мы с вами знаем, говорят, что первозданный свет был скрыт, свет, который действовал в семье творения, он был скрыт. И когда этот свет был скрыт, Адам утратил связь с источником жизни и оказался в мире, который скрывает божественное присутствие. Это стало для него и наказанием, и моментом исправления. Наказанием в том плане, что, может быть, мы с вами опять же говорили, что желание Адама было оторваться от Всевышнего для того, чтобы почувствовать, кто он есть такой, почувствовать свое я, почувствовать свою, ощутить свою, ощутить свою личность, кто он есть, такой, потому что постоянная связь со Всевышним при Мале его тяготила, он не понимал, где Всевышний, а где я. Он хотел выяснить этот момент, хотел оторваться. Мы видим, что после греха Адам старается спрятаться от Всевышнего, он думает, что можно спрятаться от Всевышнего, это отражает его мысли, которые были до греха, он хотел спрятаться от Всевышнего. в его мысли Адама описаны в 139-м псалме Давида, может быть, мы когда-нибудь до него доверемся и постараемся разобрать. А итак, Адам получил по своему желанию как бы то, что он хотел, то он и получил. Изменения, которые происходят с Адамом после греха, они описаны уже в Торе. Мы видим, что сначала Адам, он разговаривает со Всевышним, он не задается вопросом, где находится Всевышний, Всевышний повсюду, он естественно очищает его после греха. У Адама Всевышний ассоциируется с светом солнца. И сказано, что услышал, как Всевышний, скажем по-русски, прогуливается по саду в ветре дня. В ветре дня Раши и все другие понимают как движение солнца. Ветер дня и движение солнца, силы дня и движение солнца. И таким образом мы понимаем, что если Адам раньше воспринимал Всевышнего через бесконечный свет, который напрямую связывал его с источником жизни, то теперь он воспринимает Всевышнего через свет материальный, который, может быть, как-то отражает духовный свет, но в принципе это свет материальный для него Всевышний там, где движется солнце, там, где есть солнечный свет. То есть мы видим, что уже меняется восприятие Адама после греха, а когда он был наказан, то первозданный свет, его прямая связь с источником жизни была скрыта, и он оказался в мире материальном, то есть в мире, в котором самое главное то, что нет ощущения прямой непосредственной связи со Всевышним. и материя сделана так, устроена таким образом, что она скрывает это божественное присутствие, не раскрывает его, скрывает это и есть и знание сада и дэна. Мы, с одной стороны, сбиваемся с плана, но, с другой стороны, я очень рад, что вы что-то спрашиваете, и я рассказываю, как бы, скажем, то, что может быть вам интересно, а не то, что мне интересно. Авзеев. Да, пожалуйста. Еще маленький вопрос. Возвращаясь к корове, а почему корова красная, а не, скажем, коричневая или другого цвета, почему она красная? Красная корова. Опять же, трудно объяснить все подробно. Красный свет, как мы с вами знаем, если мы представим себе спектр, спектр цветов, то мы можем представить себе, что красный свет, скажем, как бы он, у него наиболее слабая волна, наименее интенсивная волна, есть, так можно сказать, образно говоря, это свет, который наиболее близок к материи, то есть, по-простому говоря, красный свет отражает материальную силу, материальную силу, силу материи, силу, которая заложена в материи. И вот мы себе представляем, что есть корова, которую, скажем, она, скажем, да, Адам, Адам, Всевышний привел к Адаму животных, как мы с вами говорили, и каждому животному он давал имя. Каждое животное отражало какую-то, скажем, антитезу или противоположность тому, что должно было быть в самом Адаме. Если я повторяюсь, я прошу прощения, но думаю, что это нам будет тоже на пользу, когда Адам, например, скажем, примерно, я не могу утверждать, что это точно было так, но примерно где-то в этом ключе, когда Адам увидел верблюда, то он увидел, что у верблюда такое свойство, что верблюд набирает большие запасы, кладет в гор, так сказать, и потом идет через пустыню с ощущением того, что ему никто не нужен. И Адам посмотрел на него и назвал его гамаль. Гамаль – это оторванный, гмела – это отрывание от источника того или иного гмела на современном виде. Это иногда отрывание, как бы, лечение от наркотиков, оторвать человека от наркотиков. Гамаль – слово оторвать. И Адам посмотрел на него и сказал, «Это тот, кто оторван от источника. Скажем, в моей душе есть этот потенциал, потенциал отрицательный. Я должен его остерегаться. Я никогда не должен думать, что если я накоплю богатство, накоплю много продуктов, зерна и, скажем, плодов в своем доме, что мне уже никто не нужен. Я этого должен остерегаться. Я никогда не должен быть похожим на верблюда». То есть, мы также можем представить, когда он посмотрел на корову и увидел, что она молоком кормит теленка, а молоко – это нечто новое, что образуется в ее организме. Она не как личник приносит добычу своему детенышу, она из себя дает что-то теленку, то он подумал, надо быть осторожным, чтобы не подумать, что все исходит из меня самого, что я сам могу преобразовать мир, что я сам могу преобразовать одно в другое. То есть, скажем, это психологическое ощущение, я должен его остерегаться. В этом был смысл называния животных – увидеть материю, ее скрывающую силу, распознать ее и подумать о том, что я этой силой должен остерегаться, я ее должен преодолеть и, может быть, даже превратить наоборот в силу раскрытия Всевышнего. Значит, корова, опять же, преобразование одного в другого самостоятельно и красный цвет подчеркивание силы материи. Можно так представить. Мы занимаемся, я должен сказать, что мы занимаемся с вами сложнейшими вещами. Высший пилотаж. Я с трудом подбираю слова. Очень надеюсь, что какие-то образы у вас складываются, которые вы сами сможете развивать, сможете не опозваться. Ну, окей. Хорошо. Что-то еще хочется спросить. Я очень рад, что у нас сегодня получился урок вопросов и ответов. Может быть, какие-то темы, которые мы уже поднимали, но совершенно не важно. Хорошо. Если, если нет, если нет... Можно вопрос? Да, пожалуйста. Касательно Афикомана, насколько я знаю, это символическая пасхальная жертва. Мы в прошлый раз делали седр-песах по Сидуру Бритулам для Бнейноах. Там мы ее ломаем, прячем, вот, и в конце про нее ничего не написано. А выяснилось, что как раз ее Бнейноах нельзя есть. Вот. Вопрос, что с ней делать во всем этом порядке с Эдером. Бнейноах. Очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. Значит, представим себе ситуацию таким образом. есть заповедь еды Мацы, и она исполняется в начале седера, как мы с вами помним. Пасхальная трапеза начинается с того, что мы произносим благословение Всевышнему заповедовавшему нам есть Мацу и едим Мацу. Этим исполняется заповедь еды Мацы в пасхальный Седер. При этом когда скажем мы начинаем трапезу начинаем ее с Мацы начинаем ее с исполнения заповедей есть Мацу то как вы помните мы берем три пластины и среднюю разламываем меньшую часть мы оставляем на столе для трапезы большую часть мы скажем откладываем на конец некоторые ее прячут чтобы дети ее искали и так далее смысл этого действия заключается в том что здесь есть некоторые противоречия с одной стороны Маца должна быть хлебом как она названа хлеб бедности и поэтому хлеб бедности он не должен был быть целой пластиной он должен был быть куском то есть каким-то наглобным куском это бы больше подходило для хлеба бедности с другой стороны у нас есть праздник и нужно сказать благословение на два хлеба в данном случае на две целых Мацы и поэтому поступают таким образом кладут не две Мацы а кладут три Мацы и одну из них расламывают для того чтобы подчеркнуть что это хлеб бедности и с другой стороны две целые пластины подчеркивают что это праздничный день афикаман как мы с вами помним это слово из греческого языка которое означает может быть десерт может быть завершение трапезы и афикаман едят заповедь еды Мацы исполняют в начале трапезы афикаман едят в конце в конце трапезы афикаман символизирует еду введен как обычай хотя скажем не напрямую но он связан с едой пасхальной жертвой с одной стороны это команд едят что последнее что мы съели за трапезой это маца и после афикамана как мы знаем не едят уже больше и как бы что вкус мацы у нас остался по крайней мере до до утра чтобы мы заполнили его скажем да последнее что едят это мацу с другой стороны пасхальную жертву ели в конце потому что ее ели совсем немного и полагалось съесть ее на сытый на сытый желудок ни в коем случае не объевшись не в тяжелом таком состоянии а в среднем таком состоянии когда человек еще хочет есть но уже он не голодный для того чтобы съесть пасхальную жертву как заповедь а не для насыщения это скажем момент который который описывается то же самое относится и то же самое относится и к маце когда мы ее едим мы знаем что перед песоком не рекомендуется много много есть для того чтобы подойти к еде мацы когда когда с одной стороны ты не голодный не набрасываешься на нее а с другой стороны тебе все-таки хочется хочется есть и ты ешь мацу не для того чтобы насытиться а с одной стороны ешь потому что не впитываешь в себя ешь а с другой стороны ты ешь ее не для насыщения а для а для исполнения для исполнения заповедей то же самое я curate как, подчеркнуто, касается пасхальной жертвы. И пасхальную жертву, один смысл Афикамана, то, что мы едим его в конце, чтобы остался вкус мацы, другой смысл Афикамана в том, что он символизирует еду пасхальной жертвы, которую также ели в конце трапезы, за которой не объедались, а в основном рассказывали об исходе из Египта, подходили к конце трапезы, с некоторым таким ощущением, что можно было бы еще что-то съесть немного. И в этот момент ели пасхальную жертву, как завершающую трапезу, исполнение заповедей, ели ее совсем немного, как мы говорили, величиной с маслиной, может быть, чуть-чуть больше. Это то, что раздавали каждому из присутствующих, и он съедал это не для насыщения, а для исполнения заповедей. И вот теперь, когда нет пасхальной жертвы, у нас присутствует с вами Афикаман. Афикаман – это, с одной стороны, это обычай, это ни в коем случае не относится ни к какой заповеди, это обычай. С другой стороны, у нас в Седер мудрецы установили 15 ступеней, 15 действий, которые производятся в пасхальный Седер. И хорошо, и хорошо, очень хорошо исполнить все эти 15 ступеней. Первая ступень, мы понимаем, она начинается с Китуша, потом омовение рук, как правило, без благословений, потом то, что называется карпас, еда зелени. И так мы пробираемся и проходим через накрытый стол, приходим потом к Афикаману в конце трапезы, потом мы говорим о лель, и в конце мы говорим молитву о завершении праздничной трапезы, о просьбе, чтобы потом эта трапеза в дальнейшем была в Ярушалаиме и так далее. Я, опять же, не перечислил все 15 ступеней, просто сказал, что есть 15 ступеней, и Афикаман – это как бы такая рекомендуемая и очень существенная рекомендация, но не является ни постановлением Тора, ни постановлением мудрецов. Она и символизирует пасхальную жертву. Поэтому некоторые говорят, некоторые авторитеты, может быть, многие авторитеты говорят, что не еврею не стоит есть Афикаман, потому что ему запрещено есть пасхальную жертву. Я бы сказал, если человек знает, если человек знает, о чем идет речь, то он может вспомнить и сказать, что мне, если бы я был в Ярушалаиме, когда стоит храм, присутствовал, был бы в это праздничное время в Ярушалаиме, и понимая, что я не присоединился полностью к еврейскому народу, я бы не ел пасхальную жертву, если он вспомнит об этом и скажет, что я ем Афикаман для того, чтобы завершить трапезу, а не как символ пасхальной жертвы, то можно вполне ее есть. Я вам скажу более того, все эти разговоры начались недавно, потому что в начале пасхальной, то есть то, что я вам говорю, ну это как бы, вот, скажем, для человека грамотного, не, скажем, там, не еврея, соблюдающего семь заповедей, продвинутого, который хорошо все понимает, вот он мог бы поступить таким образом, и ничего страшного нету в том, что он ест Афикаман. Опять же, я вам говорю, Афикаман – это мотца, которую не запрещено никому есть, да, и один из ее символов, символов, напоминания, это еда пасхальной жертвы. Стоит ли так придерживаться этого правила, чтобы вот сказать, что символ, или один из возможных символов Афикамана – это пасхальная жертва, и поэтому мне еврею не стоит есть, я не знаю, но в любом случае, вот это выход 100%, и сказать, что, в принципе, пасхальную жертву едят евреи, вот, а я, как человек, как бы, не присоединившийся полностью, я не могу есть пасхальную жертву, я ем Афикаман, как едам отцы, для того, чтобы завершить прапезу, и ешьте его сколько хотите. Опять же, я говорю, этот разговор, так принято, не хочется идти против, как бы, общего правила, но, на мой взгляд, этот разговор, он весьма странный, потому что этого разговора не было раньше, и евреи приходили на пасхальную трапезу, ели, так же, как и евреи, соблюдая все правила и праздничного дня, и Песоха, вот, и в начале Агады специально подчеркивается, если вы помните, Аллах Маония, говорится на арамейском, как бы, не на языке, на котором говорят все, подчеркивается, Аллах Маония, Дя Ахала, Абхатану, Бимитсраим, это хлеб бедности наши, мы говорим на арамейском, который ели наши отцы, в Египте, коль дикфим, коль дикфим, коль дикфим не тап и ехаль, всякий, кто хочет, пусть придет и ест, всякий, кому нужно, пусть приводит трапезу, то есть в самом начале пасхальной Агады подчеркивается, что мы находимся не в условиях храма, мы находимся в условиях, когда сыновья Израиля проживают среди неевреев и вполне допустимо на трапезу пригласить нееврея и для того, чтобы поговорить, обсудить, для того, чтобы он увидел наши обычаи, в шутку скажу, для того, чтобы он убедился, что мы не едим крови, мацист крови, не добавляем туда крови, вот очень хорошо пригласить нееврея. Так что это последний, вывертый последних времен, это нельзя есть, потому что это пасхальную жертву, это не ешь. Ну, может быть, если мы с вами приближаемся к построению храма, что я, к сожалению, не чувствую конкретно там завтра, послезавтра, то нужно напомнить человеку, что вот пасхальную жертву ему нельзя есть, если он не прошел в юр, по сознательно, несознательно, там по своей воле решил остаться не в состоянии, там, скажем, не прошать его бью, что ему не нужно есть, ну, может быть, можно ему напомнить. Но в любом случае, если вы хотите исполнить себе 15 ступень, скажите себе, да, это Афикаман, он напоминает пасхальную, пасхальную жертву, пасхальную жертву, я не мог бы есть, я был бы в шалайне, после этого можете есть эту мальцовку. Вот, по-моему, это, по-моему, это серьезный подход, они детский сад, тебе можно, мне нельзя, и так далее. Как всегда, я за понимание вопроса. Окей. Есть еще какие-то вопросы? Очень рад тому, что вы спрашиваете. Может, хорошо бы каждый день был Песох, тогда бы у вас были вопросы. Каждый день Песох, но не корона. Ой, Халила, Халила. С короной тоже, видишь, как мы разобрали целый момент, но не нужно ее, даже если она высвечивает биологические вопросы очень интересные, все равно лучше без нее. Скажем, если говорить касательно короны, то здесь, конечно, как и всякого такого события, необходимо сделать много выводов. И один из выводов, что Ишухана Рух, Нарзакон, это совершенно реальные вещи, как я с вами говорил, что в том моменте, где обсуждается поведение человека во время эпидемии, Ишухана Рух пишет о том, что хорошо человеку забрать забрать семью из города, забрать детей из города, где эпидемия, вывести их из города. А это однозначно означает, что никакого чтения Тора у него не будет у этого человека, и никакого молитвы менять у него не будет, и никакой школы для детей у него не будет. Ну и что? Нужно подхватить детей и сразу же уехать из места, где есть эпидемия. Это Галаха. И мы видим, к сожалению, что самые, так сказать, ультраортодоксальные круги, не будем тыкать никого пальцем, примем это как условие, как термин условный, ультраортодоксальные круги, скажем, не ловите меня на слове, каждый, скажем, знает, что это такое, или каждый как-то встречался с этим явлением, но необходимо подчеркнуть, что мы видим, что очень часто это группа людей, или часть из этой группы людей, которая не живет по Галахе, которая не живет по Галахе. Кажется, что это самые соблюдающие любви, супер-супер-супер религиозные, они не живут по Галахе, когда есть эпидемия, для эпидемии есть шука на руки также определение количества заболевших из проживающих в городе, и я сейчас не помню точно какое число процента, это уже мы давно зашкалило у нас за эти доли процента, понятно, что у нас эпидемия, и понятно, что в эпидемию особенно, если говорят специалисты, их мнение является решающим, что не надо встречаться, не надо обниматься, не надо находиться в одном помещении, скажем, то это не надо делать, это Галаха, эпидемия, не надо делать, молитва в обществе откладывается на какое-то время, чтение Тори в обществе откладывается на какое-то время, Галаха, люди с трудом понимают, что такое Галаха, с трудом понимают, что такое Галаха, Из этого, к сожалению, нужно сделать вывод, что они с трудом понимают, что такое Галаха, о жизни в еврейском государстве, что жизнь в еврейском государстве обязывает служить в армии, защищать один другого. Они, к сожалению, это не понимают. И многие вещи, которые они делают, к сожалению, важнейшие вещи, они не живут по Галахе. То есть люди, которые позиционируют себя как супер соблюдающие, многие важнейшие моменты они не соблюдают. И нужно это понимать не для того, чтобы кого-то очернить, а потому что есть обязанность понимать реалии. Понимать реалии. Понимать, что есть шелха на рух, есть требования шелха на руха. Одно из требований шелха на руха для еврея – жить в земле Израиля. Это не написано прямую, но это вытекает из начала шелха на рухе закона в субботу. И эти моменты отвергаются. Жить в Израиле не обязательно. Жить в Израиле не обязательно. Принято в этих кругах такое постановление, что жить в армии не обязательно. Теперь оказывается, что молитва в меняне превыше слова врача и превыше той действительности, которая нас окружает. Но как же так? Необходимо понять и сделать эти выводы для себя. Не для того, чтобы кого-то очернить, а для того, чтобы представить себе, что мы движемся к новому времени. И голодные представления о жизни нужно оставить и вернуться к соблюдению Галахи. Не изобретать что-то новое, а соблюдать Галаху. Пошлухай на руку. Это как бы один из, поскольку Натан упомянул корону, то он у меня спустил какой-то крючок там внутри. И у меня это вот прорвалось. Это его вина. Последние мои реплики. Это все претензии к Натану. Sorry. Sorry за триггер. Хорошо. Да, и мы скажем, у нас есть что-то, хочется еще спросить? Равзеев, извините, раз все уже спрашивают. Да, конечно. Была еще тема перед этим насчет Кедуш-Ливана. Помните? Насчет Кедуш-Ливана. Я не помню. Скажите, напомню. Слушайте, неужели я перепутал? Урок, подождите. Насчет вот Света, нет? Насчет Света. Возможно, что я писал об этом. Возможно, что мы говорили на уроке. Да, пожалуйста, да, говорили о Кедуш-Ливана. Я подумал о Галахе, мы говорили об общих моментах. Да, говорили об общих, а вот я хотел... Все, я уже думал, неужели... Хотел спросить, так скажем, про Свет, про это все. В общем, в какой мере, опять же, к нам это относится? То есть, Кедуш-Ливана, насколько полезно, допустим, делать или особо бесполезно при возможности? Вы спрашиваете для человека, который не прошел гею. Да, да, да. Ну, смотрите, ситуация очень сложная. Я не берусь давать конкретных ответов, насколько это полезно, насколько бесполезно. Я хочу подчеркнуть еще один раз. Вот, скажем, человек, который не прошел гею, не собирается проходить гею, но он хочет присоединиться к Торе, соблюдению заповедей. Я не могу здесь дать конкретные ответы, что разрешено и что запрещено. Большинство вещей, большинство вещей, они не запрещены. Но я вам еще раз хочу сказать, еще и еще раз, тысячу раз хочу сказать, что цель человека, который не собирается пройти гею, это не соблюдать заповеди. И даже в каком-то смысле не соблюдать эти семь заповедей, но, а не в том смысле, что их не надо соблюдать, а что ими нельзя ограничиться, нельзя в них упереться, потому что это настолько просто и настолько мало. Основная задача – это быть культурным человеком, развивать культуру на основе Торы, глубоко понимать образы Торы, уметь их передать в той или иной форме другим, изучать этот мир, смотреть на него. Говорят, изучать Тору, хорошо, скажите, изучать Тору, но я представлял бы себе это шире. Значит, смотреть на мир так, чтобы везде видеть божественное присутствие, понимать его, читать этот мир как книгу Всевышнего, жить и радоваться, но не упираться в формальное соблюдение заповедей. Вот это я сделаю, это можно, это нельзя. Я бы поставил перед собой другую задачу – задачу понимания, задачу понимания этого мира, связи всех знаний, которые есть, скажем, у вас, у других людей, связи с Торой. Мне кажется, что это наиболее важная задача. Эта задача совершенно необходима для того, чтобы и разговаривать с вашим окружением на хорошем интеллектуальном уровне. Эта задача необходима для того, чтобы воспитывать детей. А говорит ли Кедуш Ливана, я не знаю. Я уверен, что ничего не произойдет плохого, если вы скажете Кедуш Ливана. Но мне кажется, что и положительные эффекты от этого тоже будут близки к нулю. Понимаете? Ну вот я про это спросил. Так-то там нет каких-то моментов, которые нельзя просто… Имеет ли смысл, например, ставить? Имеет большой смысл подумать над тем, что мы с вами говорили, что в начале месяца проявляется свет. Подумать над этим, подумать над другими моментами Торы. Совершенно не обязательно хвататься за каждую заповедь и начинать ее исполнять. Понимаете? Хотелось бы, чтобы и евреи исполняли заповеди осмысленно. Понимаете? Не только. Но тут можно сказать, хорошо, есть обязанность исполнять заповеди. Вот встают и исполняют. Это хорошо, замечательно. Но для тех, кто остался как бы за пределами народа Израиля, я бы не стал просто искать вот этого момента, вот исполнить еще что-то, еще сделать. Гораздо важнее понять, выразить, сказать, создать что-то в культурном плане, осмыслить, быть высококультурным человеком, носителем Торы, знаний Торы. Мне кажется, что это гораздо более важная задача. Спасибо. Значит, к сожалению, у нас не осталось так много времени, но, тем не менее, есть что-то еще спросить. Самое важное – это ответить на ваши вопросы. Если что-то есть, то, пожалуйста. Если нет вопросов, то, наверное, тему, которую я хотел поднять, я уже не успею поднять. Я хочу вас познакомить, если можно, со своим опытом проведения Песоха. Я стараюсь его сделать живым, каждый раз что-то по-новому. Один из моментов, я бы пытался превратить Агаду в некоторую стихотворную форму. И на иврите для своей ивридоговорящей семьи, которая большинство ее с русским очень плохо дружит. И для русскоговорящей публики я попробую вам поднять несколько, так сказать, своих опытов. Не для того, чтобы, скажем, восхитить вас поэзией, а для того, чтобы поделиться опытом, как можно оживить пасхальную Агаду. Одну секунду я пытаюсь поднять, делаю совместное использование экрана, и пытаюсь поднять для вас то, чем я хотел с вами поделиться. Так. Одну секунду. Хотел бы всю Агаду превратить в стихотворную форму, но это пока не осуществлено. Это хлеб бедности, который ели наши отцы в изгнании из пасхальной Агады. Хлеб бедности духовный, он печален для всех, кто хочет изменить судьбу, найти тот свет, который изначален, но недоступен в рабстве и рабу. Хлеб бедности и сладок, и приятен лишь в доме, что давно покинул Бог, уйдя от тех, кому он непонятен, от тех, кому телец во всем помог. Хлеб бедности замешан со слезою земли Израиля, лишенной красоты, он испечен и бурей, и грозою, и молнией, упавшей с высоты. Днем есть призыв очнуться и вернуться, построить храм для Бога и души, но сладок сон, и тяжело проснуться, и ночь изгнания шепчет «не спеши». Это тоже касается хлеб бедности, это не исключает чтение Агады, но в поэтической форме всегда можно затронуть те моменты, которые очень трудно выразить словами. Вот, теперь еще один момент, да, еще один момент. Есть один из моментов пасхальной Агады, который, кстати, я хотел с вами разобрать, но у меня не получилось по времени, это и с Ямарой, о чем говорят мудрецы. Мудрецы, как мы с вами представляем себе, как описывается в пасхальной Агаде, они собираются в ноябраке, в месте, где жил раби Акива, и там идет обсуждение какого-то очень сложного вопроса. В конечном итоге мы понимаем, что речь идет о восстании. Следует ли поднимать восстание? Восстание Барковбы, инициатором этого восстания или вдохновителем его, был раби Акива, как мы понимаем, и поэтому не случайно мудрецы собираются в бнеибраке, и, как это подчеркивает пасхальный Агадабный брак, это место раби Акива, к нему приходят те мудрецы, которые фактически были его учителями, и вот они обсуждают в такой завуалированной форме, они обсуждают вопрос, можно ли пережить это римское изгнание, или необходимо восстать против восквернения имени Всевышнего. Не случайно этот рассказ присутствует в пасхальной Агаде, так как наши мудрецы понимали рассказ о выходе из Египта не только как воспоминание о прошлом, а как тот урок, который нужно сделать для сегодняшнего дня или для каждого поколения, а именно, да, что свобода – это то, что нам было дано в Египте как подарок, а дальше мы должны сохранять эту свободу, и мы должны бороться за ее обретение, если мы попали под чужую власть. Это как бы рисунок пасхальной Агады, то есть не только память о прошлом, но и взгляд на сегодняшнюю ситуацию, и обязанность бороться за свободу. Вот у нас в пасхальной Агаде, говорится, был случай, раби Леза, раби Яшуа, раби Лазарда Назария, раби Акива, раби Тархон сидели за пасхальным столом в Нейбраке. Вот, и зная о том, что раби Акива поначалу многие возражали, мы можем представить себе, как бы опять же, образно, в поэтической форме, можем представить себе такой диалог между раби Акива и другими мудрецами. Ему говорили, Акива, не надо, за это нам с неба не будет награды. Мы Рим не пробьем ни молитвы, ни лгом, а он говорил, я не буду рабом. Кто мог ошибаться, так справедливо, как ошибался раби Акива? Акива, осталось 400 лет, а раньше спасения Израилю нет, так в книгу свою занесли небеса, а он говорил, сотворил чудеса. Кто мог ошибаться, так же красиво, как ошибался раби Акива? Акива, возьми нас, Акива, возьми нас в бойцы и веди, и будь перед нами всегда впереди. Свободой подышим хоть год или два, а он, нам свобода дана навсегда. Кто мог ошибаться, так же правдиво, как ошибался раби Акива? Вот. И это в качестве примера того, что, как мне представляется, к Агоде нужно подходить творчески, нужно готовиться заранее, и если у нас есть такая обязанность, которая предусмотрена в пасхальной Агоде, удивить ребенка, то, конечно, какая-то неожиданная фраза, и у каждого своя, своя посылка, эта вещь совершенно необязательна. Можно вот так вот в стихотворной форме, когда, опять же, в стихе можно раскрыть то, что трудно раскрыть в прозе. Или вот еще один момент, когда говорится, то, что стояло за нас всегда, во всех поколениях, это была Тура. Она была Тура. И она для нас была основой, она была для нас опорой. И вот как-то на этот момент можно посмотреть несколько с другой стороны. Вот я предлагаю такой взгляд, довольно простой. За нас стояла Тура, была для нас опора. Основа и опора, мы в ней нашли судьбу. Она нам душу горела, когда горело тело, когда горело тело, привязанным к столбу. Со свитком мы горели, горели, не жалели, а буквы сколыбели, у нас горят во лбу. Ну, опять же, я сейчас не буду вдаваться во все подробности, но, скажем, неожиданная какая-то посылка по, казалось бы, привычным строкам о годы, она всегда-всегда могла быть всегда бы могла быть полезной. И еще один пример, может быть, последний, потом можем обсудить с вами что-то на оставшееся время. Мы знаем, что в пасхальной агаде упоминаются строчки из пророка Исхиэля на «выдамай хаи», «в крови твоей живи». Фраза очень сложная, которая понимается так, что я часто понимаю, что значит «в крови и в страдании». Нет, совершенно не в страдании, а это кровь рождения, кровь отделения от изгнания, будь то изгнание египетское или другое, отделение от изгнания, оно очень-очень тяжело. Мы привязаны к изгнанию пуповины. И пророк Исхиэль, заглядывая в будущее, говорит об отделении изгнания как о рождении. И при рождении есть кровь, это кровь рождения, это не кровь раны, а идея в том, что живи в своей крови, живи в... Ты оживешь, тебе придаст жизнь отделение от чужой среды, исход из чужой среды, исход из изгнания, которое часто происходит болезненно, так же, как рождение нового. Это смысл подскальной агоди, отец слов, «Бедамайхаи», «Живи в твоей крови». И вот можно представить себе, скажем, представить себе такие строки. Все у меня это есть на иврите, немножко иначе, вот, скажем, не только по-русски, опять же, потому что надо справляться со своим семейством, которое, к сожалению, не захотело учить русского языка. Кто сказал, «В крови твоей живи» и в погромах, в дыме из печей? Кто сказал, «Души не отрави, сохрани от глаза палачей?» Кто сказал, «Гори, но не сгорай?» Кто сказал, «Из пепла возвратись?» Кто послал «Не той дорогой в рай?» Кто велел своей судьбой гордись? Помнишь ли ты влагу дождевую, что пила на родине отцов, «Как же землю бросила живую и ушла дорогой мертвецов?» И колеса смерти закрутились, унося в последний перегон, и в размытой дали растворились рельсы, дым, охранники, вагон. Но с небес к тебе пришло спасение, красный конь и ангел на коне, мир под ним зеленый, и цветение той земли, что виделось во сне». Опять же, это только пример, может быть, слабый и призыв оживить и пасхальный седр, и всю традицию, которая у нас есть, оживить, привнести в нее дух жизни, нечто, что пробуждает и душу, и мысль, и не превращать все в формальное соблюдение. здесь я остановлюсь, остановлюсь разделение экрана, я вижу вас всех, пожалуйста, если что-то хочется спросить, не обязательно уже по теме отреагировать, то, пожалуйста, я готов ответить, постараться ответить. Можно пять копеек? Да. Давно не видел копейки в глазах, но тем не менее, вот еще такая штука, у нас семья, поскольку есть часть семьи, которые, вообще говоря, такие очень продвинутые ребята, израильтяне, но они оказались совсем из другой категории, вот, они так, мягко говоря, к традиции имеют очень такое свое специфическое отношение, вот, и мне совершенно не хотелось выступать на Седр-Песахе, как некоторым оракуровым, который говорит, поэтому уже несколько раз мы проводили, когда предлагаешь всем читать по очереди, люди не отказываются, вот, и когда все читают по очереди, вот, во-первых, это выглядит веселее, а во-вторых, даже те люди, которые, как бы, не охвачены и в нормальной ситуации бы, как бы, несколько кривили бы физиономию, вот, они про бензома и все такое, и все, в общем, вполне читают, что весело все проходит, отлично. Правильно, совершенно, это точно, абсолютно можно еще попросить отреагировать, спросить, что ты прочитал, что ты по поводу думаешь, иногда можно услышать самое абсурдное мнение, ну и что, пускай человек, зато он высказался, и можно что-то отступить. Сто процентов, да. Пение отдельных кусков традиционных, которые знают, особенно, если люди участвуют несколько лет, тоже происходит очень оживленно, со стучанием кулаками по столу, вот, звон бокалов стакана, в общем, это происходит очень весело, и на самом деле, если люди участвуют несколько лет подряд, то они вполне, как бы, втягиваются и знают это наизусть, и, в общем, подхват, и все такое. Ну и, как бы, все. Яшан Идхадеш, Ве Ахадаш Идкадеш, как называется. Если по поводу Ишан, если у нас пошли такие замечания, вольные, очень ценные, надо сказать, то я хочу с вами поделиться, вспомнить один Песох, когда, на котором присутствовали, наверное, человек 50, если не больше, в московской квартире, подавляющее большинство, 49+, на них это люди, которые впервые были на Седере, впервые видели Мацул, вели они себя очень дисциплинированно, очень заинтересованно, искренне, не то, что кого-то загнали, как это бывает иногда с новыми репатриантами, это было, в Москве все пришли добровольно, и всем очень хотелось понять, вот когда мы дошли до еды Мацул, я услышал хруст Мацул, который сосредоточен, наживали 50 человек, и в этот момент я понял, что Египет рухнул, все, это последняя капля, когда 50 евреев первый раз в жизни жуют Мацул так усиленно, Египет не устоит, вообще, насколько я помню, в Москве давно же дело было, но вообще был такой заведен порядок, что человек первый садар проводил и сам, вот, а второй, он как бы шел к кому-то и кто-то, значит, проводил, люди как бы обидели, окей, ладно, пожелаем спина немного, спина немного, на самом деле, последнее скажу, я помню, тоже такая смехотворная штука была, по приезду в Израиль, вот, нас пригласили провести пасхальный сад для репатриантов, там, гибуцы, как он называется, инсулин, ну вот, и как бы там довольно много было свежих репатриантов, все, я сделал очень неправильную тактическую ошибку, в чем у нас заключалась, вернее, не я, а израильтяне сделали, вот, они для того, чтобы побыстрее как бы отстреляться, они выстрелили все, что подразумевалось для швухоноров, когда едят, они поставили все на стол, ну вот, а, как бы, позвали людей, все сели, там было довольно много народа, я стал говорить, а потом, значит, как бы была такая чудовищная история, почему, потому что люди все съели, ну или как бы практически все съели, и пока я говорил, они как бы встали, стали уходить, потому что, ну как бы, ну что, ну съели, и все, как бы праздник закончился, и к концу я остался, в общем-то, с минимальным количеством людей. Да, это ужасно, всякие смешные истории были, да, принципиальная разница того времени, о котором я рассказываю, о котором ты рассказываешь, знаешь, в Москве никто не приходил поесть, вот, я помню, один из уроков я давал под новогодней елочкой в Киеве, и было около 40-50 человек, и все, там как раз стоял стол новогодний, солевье, люди полтора часа, полтора часа не притронулись к еде, полтора часа, то ни к еде, ни к выпивке сидели, слушали, о земле, Израиля и прочие вещи, которые для них были впервые. Вот это большая разница между тем, что было там и то, что произошло здесь. Ну, постепенно все как бы подросли. Бараха на елочку, это известно, да. Ладно, всем всего самого доброго. Хорошего здоровья и хорошего настроения. И надеюсь на следующую встречу, когда мы с вами это сможем сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok